А следующая тема такая. Вещие сны. Вы помните, что снилось вам этой ночью? Чтобы узнать, что ждет вас в будущем и увидеть свою судьбу, не обязательно, как выяснилось, идти к гадалкам или экстрасенсам. Попробуйте просто запомнить свой сон. Особенно, если он снился вам с четверга на пятницу. Ну, в этом пытаются заверить нас экстрасенсы. Но правда ли это? Ученые говорят, сон это просто путь к нашему подсознанию. С нами на связи наши прекрасные эксперты. Юрий Погорецкий, главный врач, сомнолог, кардиолог, президент Ассоциации медицины сна из Украины. Татьяна Долготович, нумеролог из Украины, мастер по энергетическому целительству и кармокоррекции. И также Вячеслав Тихонский видит вещи сны. Потому что актер, оператор, видеоблогер. И еще и из Украины. Здравствуйте, господа. Здравствуйте. Татьяна. Татьяна, видите ли вы вещи сны? Да, вижу. Не регулярно, но когда происходят судьбоносные события или какие-то важные у моих близких людей, то, конечно, да, вижу. То есть вы имеете в виду, что вам снится что-то, чего еще не произошло наяву, а вам это приснилось, и на следующий день, или через недельку это происходит? Прямо вот до такой степени? Не обязательно на следующий день. Бывает даже за месяц до того, как произойдет событие, можно увидеть и местность, которая никогда не бывала, и события, и людей, которых вообще не знаешь. И потом действительно это все проявляется. Это правда, да. Вот сегодня как раз пятница. То есть вот этой ночью должен быть, по мнению господ экстрасенсов, вещи сон. Что вам сегодня снилось? Вы знаете, я сейчас на отдыхе, и у меня очень много встреч с друзьями, и сегодня особо снов я не помню. Снов было очень много, но прям бесконально все рассказать сейчас не смогу. Юрий? Юрий? Снилось ли мне что-то сегодня? Ну давайте начнем с этого, да. А потом уж вы скажете, бывают вещи сны, не бывают, как это все устроено. Дело в том, что когда я последних уже 8 лет глубоко ушел в самообразование и выполняю рекомендации, которые я даю своим пациентам, когда я начал высыпаться и правильно ложиться спать, и правильно спать, у меня столько приятных сновидений пошло, которые я не испытывал за всю жизнь. Они приятные, я не могу сказать, что они вещи, но кое-какие просчеты, анализы ситуации на перспективу на утро приходят. И приходят, если вечером столкнулся с тяжелым пациентом, трудным пациентом и ночью выспался, но я не думал ни о чем, я выспался, на утро ко мне приходит решение. Это секрет полноценного здорового сна. Поэтому вещи сны пока не доказанный момент, научно мы не можем подтвердить, пока мы не увидим, что происходит в мозгах у человека. Мы видим энцефалограмму, но мы не видим визуальной картинки, и научных фактов доказательных про существование вещих снов пока не существует. Но я уверен, что в ближайшие лет 30-40 произойдет взрыв в этом, потому что наука с аналогией развивается очень сильно бурно, потому что это сейчас основа любой темы медицинского направления, акушер, гинекологи, педиатры, кардиологи. Но могу утверждать, что вещи сны, пусть оно так будет название сейчас, вещи сны, это сны у людей умных, богатых, интуитивно богатых, имеется в виду интеллектуальных, с хорошим аналитическим складом ума. Когда они, набиравшись событий днем информационного потока, ночью разложили все по полочкам, но не думая ни о чем, а сам мелатонин, который дает хороший глубокий полноценный сон, разложит все по полочкам, и на утро приходит решение. Вот можно сказать, что вот оно, вот это я, вот мне приснилось. На самом деле это просто хороший расклад, аналитический расклад всех событий, происходящих в течение дня. Поэтому хотите иметь хорошее будущее предсказание, живите в положительных эмоциях, максимально побольше любви, побольше доброты друг к другу. Ну и, конечно же, правильный сон, полноценный здоровый сон с 10 часов вечера до 6 часов утра. Юрий, вот вы говорите, что нет доказательств того, что вещи сны существуют. Юрий, как вы не правы. Посмотрите, у нас есть Вячеслав. Живое, эффектное, с невероятной бородой доказательство наличия вещих снов. Потому что Вячеслав регулярно видит вещи сны. Вячеслав. Добрый день. Скажу так, в своей жизни первый случай произошел в детстве. Моей матери мы приклеивали ногу правую. Я думал, что это просто мы, типа, родственники, собрались и начали просто как-то клеить ногу. А через 25 лет происходит трагедия от того, что матери ампутируют ногу. И я после этого задумался, а не вещи мои сны. У меня просто прозрение произошло. И я понял, что да, это вещи сны. И я постоянно их видел и сталкивался с этим вопросом. Я думал, что может, да, как вы, доктор, сказали, что надо высыпаться. Но и здесь такое, что не пройдет. Только высыпаться или хорошо себя чувствовать. Да, мы питаемся информацией за день, который прошел. Не только информацией за день, можем и за месяц переживания свои собирать. Но эти переживания и вещи сны надо анализировать. Вот мне вчера снилось, опять же, мать, ну, ее уже нету со мной. Но она что-то мне предсказывала. Я просто анализирую сам, что она говорила мне на путстве, да, какие со мной должны произойти. Как говорила моя мать в свои годы, что после 12 дня нельзя, до 12 дня, вернее, нельзя рассказывать свои сны. Там, может, это где-то и правда, и историческая правда, что после 12 можно рассказать о своем сне, что произошло. И это сбывается в моем случае, да, сбывается. Мудрость, мудрость, видимо, в том, что до 12 дня ни один сон запомнить невозможно, разве что записать. Татьяна, а вот на самом деле, вот у вас тоже такой эффект? Вот ты просыпаешься, все помнишь, такой сон яркий. Я не знаю, проходит 10 минут, ты вспомнить не можешь. Вот это же, у вас так же устроена психика? Нет, в основном все сны я помню, если мы загружим в день и вообще какие-то события, связанные там с поездками, с общением большим количеством людей, то, конечно, сны, которые вещи, которые действительно связаны с какими-то событиями, которые важны для меня или для моих близких, я их запоминаю однозначно. И тут нет понимания 10 минут спустя или день спустя, я не могу помнить годами эти сны. Единственное, что они действительно в основном проявляются перед какими-то важными событиями для человека, потому что у каждого есть определенные программы на жизнь, душа эту программу знает, чувствует, и через как раз подсознание, да, то есть через нашу душу, через наш интуитивный канал проявляется информация для человека, которая дает ему подсказку, как можно поступить, либо если есть достаточно осознанности внутри, человек может события негативные, много его так смягчить, как произойдет однозначно, но в какой форме, это зависит от осознанности и духовности человека. Ну, то есть вы считаете, что вещи сны, сны, которые способны помочь человеку в жизненных ситуациях, это проявление чего-то? Да, однозначно. Это наша душа и наши ангелы-хранители подсказывают, что предстоит, на чем следует сконцентрироваться, возможно, что-то переосмыслить, переосмыслить и в каком-то направлении прекратить двигаться, потому что это, возможно, какая-то опасность у человека. А вот мы, Татьяна, с Юрием, как говорил Егор Тимурович, гайдар о гностике. Я правильно понимаю, Юрий? Юрий, дело в том, что понятие наука о нейрологии – это наука о сновидении, а сомнология – это наука о сне, как человек себя чувствует ночью, какие расстройства бывают. Как сомнолог могу утверждать, что жалобы наших пациентов на кошмарные сны, вот его кошмар снится, например, он нырнул в воду, но не может вынырнуть, ему снится, что ему не хватает воздуха. И действительно у храпунов, опнольщиков наблюдается страшная гипоксия, когда падает кислород, и мозг придумывает любые кошмары как защитную реакцию, разбудить, чтобы человек не словил инсульт, инфаркт или же умер во сне. Чтобы этого не произошло, мозг придумывает защиту в виде кошмаров. Вот это я могу утверждать. Там, где человеку плохо, там, где он болеет, там, где у него апноэ, он не дышит по 4-5 часов за ночь суммарно, кислород при норме 96-98 мы видим 50, у него пауза сердца, у него экстрасистолия, нарушение ритма, то вот здесь могу утверждать, да, кошмар может сниться и предсказывать, заставлять задуматься, что происходит ночью. И вот этот диалог о сне может привести к лабораторию сна и в своевременно оказать помощь пациенту. Поэтому сомнологи, мы действительно агностики, мы действительно ученые. Нужен доказательный факт. Но готовьтесь, что действительно, там, где хорошая душа, там, где хороший интеллект, там, где хороший аналитический склад ума, что действительно мы будем выходить на такие, предсказать, правильно анализировать. Не отвлекаться на суету, 80% нашей жизни это суета, а сосредоточиться на 20 главных вопросах. Закон бизнеса, но такой же закон и медицины. Мы, когда начнем анализировать глубже и познавать свою душу, действительно душу, вот тогда действительно можно будет сказать, что вещи и сны сбываются. Я просто думаю, что мы просто так складывать жизнь будем хорошо. Будем хорошо мыслить, будет хорошо складываться жизнь у вас и у окружающих. Вячеслав, а вам когда-нибудь удавалось посмотреть сон по заказу? По заказу? Ну, было в случае, это типа как означало, что... Ну, вот вы ложитесь спать, эх, приснилось бы мне вот это, раз, и снится это. Ну, это можно сказать так, вот любишь человека, да, и хотелось бы, чтобы он приснился. Например, любимая женщина, конечно, она приснится вам. А если по заказу так, то мы берем что-то прошлое и, напустя, делаем в своем сне, как будущее, настраиваем. Конечно, по заказу он снится каждому человеку. Вот желание просто есть внутреннее, а есть поверхностное, которое вот просто ты перед сном будешь считать этих барашков 10, то тебе 10 барашков и приснится, что ты на лугайке где-то. Да, ну, к сожалению, время нас поджимает. Наверное, последний вопрос. Татьяна, во сне человек живет или это нельзя назвать жизнью? Да, человек живет, и более того, его сознание проходит в несколько стадий, соединяясь с божественным источником. Татьяна, я понял, вы меня успокоили. То есть те люди, кто говорит, что вот пока ты спишь, столько времени теряет напрасно, спите поменьше. Это жизнь прекрасная и направленная на будущее. Юрий со мной согласен. Спасибо большое. Спасибо. Очень было интересно. Обязательно еще увидимся.